Одесскую Юрокадемию сегодня посетил замминистра по вопросам Европейской интеграции Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. На встрече со студентами и преподавателями говорили о важности оказания помощи для этой категории граждан, а также перспективы обучения студентов-переселенцев Юридической Академии. Мы в этом году сделали набор. Приехали к нам из Крыма и поступили, стали студентами первого курса. Кстати, это один из первых таких наборов, когда Одесса принимает жителей Крыма, которые захотели учиться именно в Украине. Самое важное, чтобы мы продумали программу и расширили эту программу. Ну, эксперимент удался. Мы сегодня принимаем. Мы можем принимать и в колледж после девятого класса. Вот с тех территорий, о которых мы говорили сегодня, пожалуйста, если родители отпускают, мы создадим все условия здесь. После девятого класса общежития создадим и условия питания есть, и обучения есть. В Юридической клинике был создан антикризисный центр правовой помощи переселенцам. Наиболее актуальными вопросами для его посетителей являются проблемы в сфере частноправых отношений. Министерство планирует расширить возможности оказания помощи переселенцам посредством образовательных программ. Вражения очень теплые, очень позитивные. Во-первых, очень приятно, что Сергей Васильевич, он полностью, действительно, является профессионалом своей работы. Мы сегодня говорили о том, что, соответственно, законодательства Украины, мы обратимаем очень высокую и серьезную внимание на возможность студентам, и, в целом, детям с этим числом оккупанных территорий, отримать освятую на контролеванной территории Украины. В Юридической клинику за последний год обратились тысячи переселенцев. Часто задаваемые вопросы – перерасчет пенсии, получение статуса безработного и социальных выплат, а также помощь многодетным семьям. На сегодняшний день к нам обратилось более 10 тысяч данной категории граждан за различной помощью. Сергей Васильевич оказывал помощь как материальную, так и юридическую. Мы обращались в различные инстанции, с нами сотрудничает большинство организаций, которые готовы помогать, рассказывать, консультировать граждан в тех или иных вопросах. У нас в Юридической клинике есть особый график приема таких граждан. Мы их принимаем без предварительной записи в любое время. То есть мы всегда открыты, мы готовы им помочь. Достаточно только при себе иметь паспорт, либо посвящение о том, что человек является переселенцем. Напомню, директор координационного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Алексей Банюк признал Юридическую клинику Академии одним из лучших социально-образовательных проектов в стране. За более чем 20 лет бесплатную помощь здесь получили около 200 тысяч граждан со всей Украины.